...магистрская диссертация на тему автоматического управления процессом врезанного шлифования. Актуальность тема. Процесс круглого врезанного шлифования является, как правило, в финишной операции при изготовлении многих деталей. Традиционно используется такой цикл шлифования, врезанная в подачу к хаживанию. Последний этап составляет большую долю всего цикла и является, по сути, неуправляемым. Цель данной диссертации — оптимизация цикла врезанного шлифования по критерию максимальной производительности. Для начала хочу рассказать вам, что такое шлифование. Шлифование — процесс врезания металлов с помощью абразивного инструмента, режущим элементом которого являются зерна. Зерна, обладающие высокой твердостью, теплоустойчивостью и острыми кромками, соединяясь с специальными связывающими веществами в шлифовании круга, сегменты, головки, грузки и шкурки. Применяют зерна также в виде паз и парашютов. На данном слайде вы можете увидеть схему процесса. Вот это шлифовальный круг и заготовка. И мы обозначаем частот вращение круга НК, частот вращение заготовки НЗ, ширина шлифования В и подача врезной. Эффективность процесса шлифования и все его характеристики определяются прежде всего в линейной дуке контакта шлифовального круга с заготовки. Именно за траекторой этой дуги выполняется движение резонера в каждом абразивном зерном. На сегодняшний день существует ряд шлифовальной станки. Обратите внимание на фирмы Штудер, С-33, С-31 и С-40. Абразивные инструменты. Абразивные материалы делятся на две группы, естественные и искусственные. К естественным абразивным материалам относятся минералы, алмаз, корун и наждак. Основной составляющей частью корунда и наждака является окис алюминия или нозел. Они содержат также посторонние примеси, снижающие их качество, а потому в совершенном машиностроении почти не применяются. К искусственным абразивным материалам относятся электро-крунт, карбид-кремния, карбид-бора, синтетический алмаз и эльбор. На этом слайде вы можете увидеть главный интерфейс предполаганной программы. И мы будем проводить несколько экспериментов, чтобы исследовать силовые характеристики при круглому врезанному шерфованию. Мы выбираем диаметр круга 300 миллиметров, скорость врезания 30 метров в секунду, покрышная подача 4 миллиметра в минуту, частота вращения 6,10, ширина шерфования 12, припуск 0,3, диаметр заготовки 115 миллиметров. Мы выбрали материал заготовки 145, а шерфовая круга 24А. На первом эксперименте мы изменяем подачу, с 2 до 10 миллиметров в минуту, при разной ширине шерфовании. И измеряем составляющую силу врезания. И результаты видно на графике. Вот это для 10 миллиметров, а это для 20, а это для 30 миллиметров. На следующем эксперименте мы изменяем диаметр заготовки, с 60 до 160 миллиметров, и измерили также составную силу, и его сравнили с длинной диней контакта. И результаты. Также изменяли диаметр круга, с 100 до 600, и точно аналогично составляющую силу измерили с длинной диней контакта, и его сравнили. На последнем эксперименте мы скорость изменяли с 20 до 80 метров в секунду, измерили составляющую силу и мощность. Выводы. С первой серии экспериментов можно сделать вывод, что попоречная подача существенно влияет на окружную составляющую силы врезания. Зависимость является нильной, что соответствует как данным натурных экспериментов, так и по форме. Однако, в зависимости, по которой проводится моделирование, поперечная подача отсутствует и воздействие происходит за счет изменения длинной диней контакта, и, соответственно, изменения скорости снятия припуска по этой форме. Сравнение значений окружной составляющей силы врезания при различном ширине шлифования свидетельствует о прямой пропорциональности. Увеличение ширины шлифования приводит к увеличению окружной составляющей силы врезания во столько же раз. Такой результат совпадает с вышеуказанной формулой. Из рассмотрения результатов влияния геометрических параметров процесса круглого врезанного шлифования на силовые характеристики можно сделать выбор о существенной нелинейности такого влияния. Диаказон меньших геометрических размеров изменения диаметра заготовки или шлифовального круга более сильно влияет на силу резания через длинные линии контакта шлифовального круга с заготовкой. Так, по данным таблиц увеличенный диаметр заготовки в два раза вызывает изменение окружной составляющей силы резания на 26 ньютонов. А увеличение диаметра шлифовального круга в два раза соответственно на 7 ньютонов. По результатам экспериментов при увеличении скорости резания в 4 раза сила резания увеличивается в полтора раза. Тогда мощность с шлифованием в 2,75 раза. Таким образом повышение скорости резания оставляет силовую напряженность процесса, что является положительным фактором. Однако энергетическая напряженность увеличивается, что без применения специальных методов отвода тепла в зоне резания вызывает припалы, структурные изменения поверхностного слоя детали и сдерживает изменения методов скоростного шлифования на практике. Моя цель опираясь на математический модель процесса круглого врезанного шлифования получить практические навыки определенного оптимального закона управления в поперечной подаче. На этом слайде вы можете увидеть функциональную схему круглого врезанного шлифования и упругая относка. Математический модель строится обычно для абсолютно жестких материалов. Они не учитывают упругость и износа. Как-то мы знаем абсолютно жесткого материала метод мы должны учесть. На этом слайде видно главный интерфейс программы и результаты проектированы законом управления поперечной подачей учета износа абразивного круга. Здесь мы задаем закон управления и видим результаты. Мы видим, что результат очень близко к предельному, поэтому его можно считать оптимальным. И видим результаты. Сделано 16 оборотов, диаметр детали 60 мм без одного мкм, поперечная подача 0,08, время 8 секунд. на втором этапе работы мы задаем традиционный закон управления и видим результаты. И на результатах что видим вообще здесь к предельному не близко. И вот этот закон не считается оптимальным, поэтому к выводам просмотра выполнено 43 оборота детали полученный диаметр 60 мм и 2 мкм время обработки 21,5 секунд что почти в 2-7 раза больше чем при управлении по оптимальному закону управления. Также в данной диссертации разработан технологический процесс деталь шпинель выпуска 25 тысяч в год. Видно чертеж детали и 3D модель заготовка и 3D заготовки. Заготовка получена методом штамповки. Переходим на маршрут обработки. На первой операции обработан торец после торца свернем в центрование отверстия. После этого обрабатываем обрабатываем цилиндрическую поверхность на токарном станке Okuma Space George LB300. После обработки цилиндрического поверхности мы шлифуем нужные поверхности чтобы получить нужные качества и шероховатость с вредной подачей. После этой операции мы фрезеруем шпоночные пазы также проектированы приспособления это приспособление для первой операции для центрования отверстия резцев торцов самосентрующие диски. Это патрон для токарной операции. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопросы? Можно оправдать? Какая чаще всего встречается болезнь шлифовщика, заточников профессиональная болезнь? В чем суть для физиологии? Выделяется очень много пыли. Пыль попадает. лёгкие болезнь лёгкие болезни встречаются. А какая функция лёгкая? Что там нарушается? Лёгкие нарушаются альфаэлии не попадают. Кислород? Кислород не попадает. Кислород должен шлифовщика. Там у нас были шлифовальные операции, да? Я не заметил, вроде бы, вот здесь. Канавки для выхода шлифовального круга, вот по торцам. Есть, да? Есть. Микрофон? Нет, есть. Сбело. Вот. Вот. Скажем check. Да, где-то вначале. Вот. Это шлифовальный. Это как будет 24А? Это белый электрокарм? А 10? 10 это связывание с зерном. Следующее, что у нас интересует. Сначала у нас есть материал, а это связывающая 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 связывающая. Нет, это же у нас связывая связывающая 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 связь. Продолжение следует...